Привет, привет! Сегодня я решила снять день из жизни. Не знаю, насколько он получится. Сегодня у меня в планах сейчас на работу. Сейчас 8 утра, уже надо выходить. Я еще не завтракала, опаздываю. Вот, на работу, а потом я иду к лору. У меня болит ухо ужасно, болит уже полторы недели. Не знаю, что делать, все болит. Вот, сходила уже к одному лору, не помог. Пойду к другому. Вот, собственно, сейчас завтракаем и выбегаем. Смотрю по телевизору Россия 24 новости с утра. Там в Китае какая-то Сыдзиньпин. В общем, кто-то что-то избран генеральным секретарем. Короче, у них какие-то тоже выборы, похоже, проходили параллельно и с Америкой. Прямой эфир. Просвещаемся, смотрим новости. Ну и параллельно завтракаем. Конечно, ничего не видно, свет неохота включать, горит только вытяжка. Чай, йогурт и пряники. Такие вот маленькие пряники. Вот, завтракаем. Вот такой у меня сегодня аутфит. Сапоги я переодену на туфли на работе. Ну, пока это вот уличный вариант. Юбка, кофточка с такими пуговками. Не знаю, видно, не видно. Шарфик, чтоб тепло было. Вот, такой достаточно офис-офис. Вот так вот. Всё, поехали. Мы едем на работу. У нас идёт в Питере дождь. 8.34. Я катастрофически опаздываю. Плюс 8. Но тепло. Но дождь идёт. Но всё равно я... Всё, но-но-но. Но всё равно я в такой... В тёплом пальто, потому что... Я очень болящий человек. Поэтому надо утепляться. Вот. Едем пока в пробочке. Конечно, это всё печально. Что мы в пробке? Ну, что поделаешь. Так что вот так вот. Едем. Всё, мы приехали на работу. Косу, смотрите, какую заплела. Прям коса-коса у меня такая толстенная. Коса-коса. Вот. Всё, будем работать. Скажите пару слов для... О, боже. Ютьюб. Нет, я как-то выяснили. Что-нибудь. Пару слов. Кстати, стой, я покажу. Пучок твой. Вот. По моему совету, Женечка, наша секретарь, купила такой же пончик и заматывает волосы. Что это за палево? Это не палево, я... День из жизни у меня. Нет, пожалуйста, не надо. Я не хочу быть популярной. Я боюсь популярностью. Так вот наша канцелярия выглядит. Тут один голова, тут замы. Ой, у меня телефон. Сотрудники отдела благоустройства, скажите что-нибудь. Оля такая просто... От нас. А? От нас, безволенном, скажем, что... Это наш отдел благоустройства. У меня день из жизни. На ютюб я вылаживаю. Женя тоже сейчас сопротивлялась, но ничего не поделаешь. Начальники зовут. Что ты говоришь такое? Это бред. Это не бред. Она берет всем шоколадом, с лифтами, с лифтами, чаем, чаем. Чай слишком мелкий для него. Она даже не пропускает. Она очень ругается на бабушек, отвратительно матом. Что ты говоришь такое? Курит и бухает, это страшно. Ты что несешь? Это бред. Ты не выражешь. Расскажи какой-нибудь анекдот. Нет, какие анекдоты. Она, кстати, не воспринимает никакие анекдоты. Но у нее все-таки под столом топор. И когда ей не нравится анекдот, она начинает махать эти топором, как индейцы. И еще делает такую ракет. Полный бред. Это просто человек перетрудился, поэтому она несет такой бред. Не правда. Не правда. Я трудюсь, а она студенечает целыми днями. Не правда, я работаю. Походу, она здесь не работает. Логично. Я просто в гости чисто, в 7 утра встаю, мне делать-то нечего. Ладно, я пошила. Походу, мое интервью будет самое длинное. Самое, да. Надеюсь, его вылежу. Оля, ты сумасшедшая. И это моя подруга, я с ней дружу тут. Это неправда. Она сумасшедшая. Я не знаю эту девушку. Ладно, пошла я работать. Сергей Николаевич, скажите что-нибудь хорошее, позитивное. Как вам погода, которая сейчас у нас на улице? Мерзопаксная, правда. Отвечу вам. Баритоном. Кубитоном. Вам, сатрапом пряным. Поколению курящих женщин и мужчин пьяных. Будьте воспитаны, не будьте упрямы. Заткните злость, скандалистки, артистки. Очнитесь, сонные гитаристы. Вас советская власть накормила в сласть. А вы, потребители, умеете любиться. Так станьте добрей, милей, теплей, нежней, надежней, пусть безденежней. Скорей, и никаких гвоздей. Главное в этом и будьте, друзья, друг для друга, поэтами. Супер, браво. Стихи собственного сочинения. Наш сотрудник Голушев Сергей Николаевич. Опять, да. Опять, да. Вот так вот мы работаем. Сидим, нам стихи Сергей Николаевич зачитывает. Правда, половины сотрудников у нас сейчас нету. Так что вот. Тематика? Любая. Говорите, что хотите. Ну, значит, то надо. Не надо про меня ничего говорить. Оля уже наговорила. Не надо, скажите. Да ну, что вы так, я хороший же человек. Да, у нас очень хорошая молодежь, очень хорошая. Екатерина Майла, это вообще образец современной молодежи. И вообще у нас девушки есть. У нас есть Евгения. У нас есть Ольга. Замечательные двезни холостые, кстати. Вот, пожалуйста, приходите. Их охватывайте. У Кати нет, не дойдет. Ну, да, вы пройдете, а на самом деле. Надеюсь, ты не весь мир увидит это. Весь мир. Весь мир. Да. Ну, тогда, да, я тоже очень хороший человек. Ирина Владимировна, меня зовут. Я, в общем-то, такой позитивный, радостный. Вот. Ну, в Беларуси у меня есть. У нас больная тема в Беларуси у поездка. Да, благодарим за внимание. Да, поездка. Все, благодарим. У нас сейчас обед. Пойдем на обед с вами. Все стекаются на обед. А где еда? Вот. Это все? А, что-то я... Потому что много вроде заказывали. Ну что, мы отработали. Теперь мы едем к Лору. Я не знаю, поможет он мне или не поможет. Но мы к нему едем. Вот. Вот. Собственно, все продолжается. Идет дождь. И опять темно. Сейчас уже 6 часов вечера. И безумно темно у нас опять на улице. И пробка. И идет дождь. И все так же, как утром. Это какой-то кошмар. А, ну куча аварий. Это, конечно, да. Классика жанра. Ой, ой, ой. Как все сложно. Собственно, вот в клинике что-нибудь, наверное, сниму вам. Я вам покажу какие-нибудь стены в поликлинике. Собственно, все. Мой день закончен. Врач мне ничего хорошего, в принципе, не сказал. Ну что, будем лечиться дальше. Вот. Сейчас приготовлю ужин для мужа. И думаю, на этом мой день закончится. Устала, конечно. Эти пробки, эти погода ужасная. Дождь. Вот. Все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok